Вторую смену в школах ждет ликвидация. Это один из пунктов указа главы Якутии о социально-экономическом развитии Якутска до 2022 года. Как школьников будут переводить на обучение в одну смену, расскажет Александра Охлопкова. В республике и столице продолжается строительство школ, но взятые темпы вовсе не означают, что можно останавливаться на достигнутом. Только в столице обучаются порядка 40 тысяч школьников. И, к сожалению, практически все школы работают в две смены. Все время время уходят туда-сюда таскать ребенка, даже не успеваешь сроками читать. Утром, например, рано уходишь, я, например, всегда на работу таскаю иногда. И они целый день у меня на работе сидят. Количество учеников в классах иной раз достигает 40, а запись в школы переполнена уже с января. Что-либо изменить кардинально не получается вот уже четвертый год. Сейчас у меня второй класс, я буду работать во вторую смену. Придется первого возить, потом приезжать обратно и работать вечером. Ну, получается, я его на кружки уже в этом году водить не смогу. А уроки только вечером? Да, мои уроки вечером, его уроки с утра. Он без кружков остался. Кстати, и преподаватели тоже на стороне родителей. Односменное обучение, несомненно, для образования даст большой толчок, я думаю, даже к повышению качества обучения. Потому что давно известно, что именно в первой половине дня ребенок работает наиболее продуктивно. И тогда вторая половина дня будет отдано целиком на творческое развитие ребенка, на реализацию федерально-государственных образовательных стандартов по внеурочной деятельности. Чтобы решить проблему в корне, призван указ главы республики. Так, в ближайшие пять лет в Якутске планируется строительство новых школ, в результате чего будет создано 12 тысяч новых учебных мест. Это позволит забыть о второй смене. Во-первых, указ дает нам уверенность, что наши планы будут реализованы. И это не первый масштабный проект в городе Якутске. Вы все помните, что совместно с правительством нашей республики была ликвидирована очередь детей в возрасте с 3 до 7 лет. Сейчас идет работа по разработке нового плана по ликвидации очередности с 1,5 до 3 лет еще. Отметим, что за прошлый учебный год в шести школах Якутска проведен капитальный ремонт. В итоге были созданы более 300 учебных мест. В этом году работа продолжается. А исполнение указа главы республики к 390-летию и столетию якутской автономии будет способствовать повышению качества образования в современных условиях. Александра Хлопкова, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.